Всем привет! Очень неожиданную популярность набирают вот эти надувные багеты световые, как я их называю, от Уланзи, от Эмбитфул, от Инки. Они бывают в руках у меня 12-ваттный маленький такой надувной световой багет. Очень классная штука, очень удобная. Я его на свадебные съемки несколько раз использовал. Классный, то что дает мягкий свет, достаточно мощный и при этом очень легкий. А сегодня мы посмотрим на проводное решение, в котором нет своего аккумулятора, но зато он еще длиннее 90 сантиметров. 120 миллиметров, то есть 12 сантиметров он в диаметре и он 20-ваттный от компании Инки. Эта штука еще дешевле, чем тот Уланзи. На Алиэкспресс можно найти за 2500 рублей. Комплектация самая простецкая у этого света. Обычная картонная коробка, на которой расписаны технические характеристики. Есть инструкция на английском языке, которую я вам чуть позже зачитаю. И сам свет в таком же пакетике, полупрозрачном, как шел и Уланзи. И они практически мало чем отличаются. Это то, о чем я вам и говорил. Какие-то OEM производства делают такие светильники. Их покупают более известные бренды и наносят туда свои логотипы. В сложенном виде они практически не отличаются по размерам. Этот свет еще легче. Он весит всего 230 грамм. Вообще ни о чем, потому что аккумулятора нет. Супер классная вещь, но работает он от пауэрбанка, либо от сети. Здесь двухметровый кабель, пульт управления, никакого экрана здесь нет. Управление элементарно простое и USB Type-C. Было бы удобнее, кстати, если бы здесь был USB. Но вот решили сделать здесь USB-C. Также еще в комплекте у меня был 20-ваттный блок питания. Я сомневаюсь, что он в вашем комплекте тоже будет, потому что вещь не дешевая. Конечно, чтобы сделать данный 20-ваттный свет от инки максимально дешевым, китайцам пришлось пойти на некоторые ухищрения. Мы не можем здесь плавно регулировать цветовую температуру, как на Уланзи. И мы не можем плавно регулировать яркость от 0 до 100%, опять же, как на Уланзи. Поэтому по цветовой температуре здесь есть выбор 2700 Кельвин, 4000 Кельвин, 5600 Кельвин и 6500 Кельвин. А по яркости здесь 5 режимов. 10%, 25%, 50%, 75% и 100%. И на первый взгляд может показаться, что эта вещь во всем хуже, чем аккумуляторный надувной свет от Уланзи. Но я бы так не сказал. Она даже лучше. Во-первых, у нее белая подложка. Это добавляет яркости, это добавляет мягкости света. У Уланзи, вы видите, что подложка черная. И свет от этой штуки намного мягче. Но он немножко отличается по тинту. Я чуть позже покажу вам сравнение с трубкой Sakani X25. Я выбрал самую мощную трубку, которая у меня есть. И на 5600 Кельвин сравнил. В чем же плюс вот этого надувного света инки 20-ваттного, безаккумуляторного? Он большой, свет достаточно мягкий. Он легкий. Можно использовать самые дешманские крепления, самые дешевые Magic Army, самые дешевые стойки. И так как он достаточно большой, опять же, его можно использовать как рисующий свет. Вот сейчас на меня работает Godox SL60W через Softbox 160 на 80. Чуть позже я поставлю вот этот свет вместо него. И мы посмотрим, как изменится картинка. И так как аккумулятора нет, мы можем эту штуку запитывать напрямую от сети, не опасаясь того, что аккумулятор будет деградировать. Можно запитывать от вот таких вот пауэрбанков, побольше пауэрбанков. И это суперклассно. Да, это не так удобно, как вот с этим светильником, когда у вас все в одном, вы достали, надули, подсвечиваете, фоткаете, все окей, или видео снимаете, все круто. Но вот эти штуки, на мой взгляд, больше подойдут для домашней студии. На Алиэкспресс я их видел по 2,5 тысячи. 2,5 тысячи. За вот такой свет, который сразу дает вам мягкий такой свет, классный, приятный. Вы ничего за эти деньги просто не купите. Единственное, чего, конечно, не хватает в комплекте, это вот этой магнитной площадки с 4-дюймовой резьбой. Ее можно отдельно докупить, можно докупить в комплекте, но то, что ее нет, крепить как бы вот за вот эти лямки вообще неудобно, поэтому без такой магнитной штуки это все не так прикольно. Надувать можно через специальный такой, специальный блоуэр, но я надуваю ртом, хотя многие в комментах это делать не рекомендуют. Надувается он достаточно быстро, и мы получаем с вами вот такой световой багет, достаточно крупный, и уже светодиодной лентой не видно. Давайте уже его включим быстрее. Я беру свой пауэрбанк, включаю, и все. Четыре кнопочки на пульте. Одна кнопка M отвечает за изменение цветовой температуры, кнопка включения, понятно, включает сам свет. Вот он включился. И стрелочками вниз-вверх мы регулируем мощность. Пять ступеней мощности. 10%, 25, 50, 75, 100. Видите, что на 100% он достаточно яркий. И это реально яркая штука. Конечно, жаль, что нет одного процента, поэтому гибко мы его не сможем с вами как-то подстроить по яркости. По световой температуре 2,700, 4,000, 5,600 и 6,500. Короче, запоминаем, что третий режим, 5,600, это то, что нам нужно. Потому что большинство будут подсвечивать себя именно на 5,600 кельвин. А теперь то самое сравнение Sakani X25 с вот этим 20-ваттным светом от Inki. Sakani X25 работал на 100%, на 5,600 кельвин. И этот свет Inki был тоже на 5,600 кельвин на 100%. По яркости они плюс-минус одинаковые. Единственное, что Inki чуть зеленее, чем Sakani X25. Ну реально, у него, видимо, вот такие диоды стоят, они реально зеленят по сравнению с любыми другими источниками света. Но я думаю, что это не такая большая проблема именно для бюджетного освещения. С этими светильниками я уже делал отдельную схему света. Вот здесь я себя снимал, сидя в кресле. Вообще великолепно. Они очень просто крепятся к шкафам, к чему угодно, с помощью самых простых прищепок. Об этом я делал отдельное видео для своих подписчиков на Boosty. Можете зайти и посмотреть. Если вы подписаны, то вы уже видели этот видос. Короче, с ними супер просто, супер лайтово снимать. Сразу получаете мягкий свет, кайф. И достаточно дешево вся эта световая схема покупается и собирается. Для таких простеньких видосиков именно дома. А теперь давайте посмотрим на то, как вот этот 20-ваттный надувной свет от Inki заменяет мне основной рисующий источник освещения. Я сейчас поставил на самую дешманскую стойку для смартфона. Вот этот свет, она с этим без проблем справляется. Он работает на втором режиме. Я сейчас вам это все подсниму. Вот он, этот надувной свет Inki на меня сейчас светит. Godox SL60W его там отвернут. Вот камера меня снимает. Вон я там. Привет. И, соответственно, вот все это идет на пульт. Второй режим. Во втором режиме он у нас 12 вольт. 0,4 ампера потребляет. И вот на самой-самой вот этой дешманской стойке, на которой я только недавно делал обзор, он стоит, не падает, без проблем. Держит она его. Вообще никаких проблем с этим не возникает. Так что, вот для таких домашних видосов, это просто идеальное решение. За 2,5 тысячи эта штука, нормально такое освещение на меня дает, достаточно мягкое. Да, конечно, не такое мягкое, как вот этот софтбокс огромный, 160 на 80. Но для простых видосов, для съемки блога, вам и не нужно вот эта огромная бандура, которая занимает дофигища места, которая съедает очень много света. Вот таких надувных багетов вполне себе будет достаточно, будет хватать. Единственное, что вот, например, слишком ярко. Я переключаюсь на режим послабее, и здесь уже не хватает света. А вот здесь, конечно, получается ярче намного. Но у меня параметры 1,5,1,8 и 100-200. Я снимаю в ППО на камеру Sony 7S III без дополнительного покраса на посте. Вот такую картинку я получаю. Вполне себе эта штука может заменить мне рисующий источник света. На Алиэкспресс я видел разные цены на вот этот надувной 20-ваттный свет от Inki 2600, 2800, 3200, 3500, 4000 и так далее. Все зависит от продавца и от комплектации. Я считаю, что вот такая базовая пустая комплектация должна стоить около 2600. Это оптимальная цена для этого светильника. Конечно, если бы еще докинули в комплект вот это магнитное крепление с резьбой четверть дюйма за эти деньги, это было бы просто супер. Но такого не будет. Но я в описании обязательно оставлю ссылку на самое дешевое магнитное крепление. Конечно, на нем будет написано Ambit Full, но не все ли равно, если оно выполняет свою задачу. Потому что без него вот так ловко на штативы через четверть дюйма вы такой свет не установите. Ну, никак не получится у вас, если только изолентой не замотаете. А так, я считаю, что вот этот светильник именно на данный момент это прям народный топ. Вот для таких блогеров, для таких ютуберов, как я и для лайтовой съемки видео в домашних условиях. Если вам этот свет понравился, обязательно напишите об этом в комментариях. Если не понравился, то напишите, почему он вам не понравился. У меня с ним ни разу проблем не было. Он не сдувался, не порвался, не перегрелся. Так что я могу его всецело рекомендовать. Ссылка на него тоже будет в описании. А на этом, друзья, на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Увидимся.